всем привет друзья мои фермеру находится на выставке агрокомплекс городе уфа и вы часто спрашиваете на наших видео если что-то отечественного производства их есть у меня за моей спиной находится отечественный доильный робот который производят в городе бор нижегородской области компания пром техника пром техника и перед нами smart проект игорь дилеры дилер и у нас тут есть артем представитель предприятия пром техники раз мы находимся в уфе на вашем стенде расскажите пожалуйста игорь буквально несколько слов про вашу компанию компания smart проект у нас называется входит в группу компаний matrix универсал большая компания группа компаний занимаемся поставками сельскохозяйственной техники с дилерами таких брендов как кроны афимилк это непосредственно smart проект триолет как раз взяли в том году дилерство по роботам у ребят техники а вообще группа компаний матрикс универсал представляет такие бренды как джи себе пэнт вангра ну то есть сельскохозяйственная техника и еще у нас есть третья компания урожая гранит это средства защиты растений и пассивные материалы ну и зачем вы техникой занимаете занимаете зачем вам какие-то животные молочка это зачем все это взаимосвязано если кто-то строит ферму мы там ставим свой дальний зал допустим афимилк да то он естественно ему же нужна техника чтобы работать и мы нужна техника чтобы готовить корма ему нужно техники чтобы это все растите и вы тут в комплексе и все такие красавчики артем скажи хорошие дилеры дилеры очень ответственно бой рвутся в бой сколько заключили контрактов за вчерашний день или предварительный контракт а пока предварительно у нас есть два потенциальных клиентов сразу скажу что башкирии пока нету таких ну пока пока что пока что но сегодня подходил один потенциальный клиент и сейчас еще один подойдет мы будем с ним разговаривать как бы вот он они выбирают между нашими роботами и не нашими как бы так сказать отлично но нас чем примечательно что у нас есть аккредитация в роза гранитинге то есть аккредитована там фиксированная цена ну в зависимости от конечно курса ему пока зафиксирована 15 миллионов то есть можно в лизинг взять в лизинге да и вот у нас в республике в нашем регионе действуют субсидии причем там около 40 процентов артем расскажи пожалуйста как давно начали производить неужели только вчера и уже готовый робот но нет конечно же не пять лет назад этим занимаются уже порядка десяти лет порядка десяти лет по десяти лет разработкой то есть начинались поэтапные шаги разработка металла разработка конструктива никого импорта сейчас последняя стадия импортозамещения это основное плата ну то есть на данный момент в общей сложности какова доля российского производства давайте назовем эту цифру коэффициенте 70 процентов вообще то есть уже запущенные роботы в стране есть запущенные роботы в стране работают порядка 20 колеблется 20-25 есть роботы которые работают 16 года и 16 года то есть порядка семи лет по нареканиям ничего выявлено не было по обслуживанию все вовремя производится соответственно не работают а значит а сколько же роботов ваших нужен на 20 литровую корову или там на 40 литровую есть фермеры которые делят рацион у группам по надое молока есть фермеры которые работают свободном посещении даты животное свободно приходит значит у нас берем минимальный надой 20 литров до 80 85 робота гора можно поставить на робот если это у нас вышка в районе берем 50 среднего до литров средний 50 это хорошо сутки приносит да то мы там забиваем 60 65 голов соответственно здесь идет нагрузка на робот в плане сдаивания то есть больше мы не можем преувеличить нуждая животных потому что мы будем уже мешать не успевать ориентировочно 70 70 коров 30 литровок до тридцатки они всегда мешаются как бы если делаем перегон по группам да то есть соответственно какие-то приходят какие-то уходят где-то чуть больше молока где-то чуть чуть меньше здесь четкая цифра нет но если брать среднее 75 голов принципе цифру можно назвать это спокойно 75 голов ну будем будем отталкиваться от этой цифры про поддержку государства то есть вы каким-то образом на вашу технику вернее каким-то образом я могу получить субсидии в лизинг взять еще что-то все это можете сделать государство полностью одобряет у нас есть два проекта где именно государственной поддержки то есть человек нам обратился сказал что у них некие проблемы но не получится не получается чтобы на них закрыли глаза да то есть мы людям помогли одному человеку допустим в одном вопросе другому человеку в другом вопросе и сейчас у них полностью идет формирование документов на получение ну то есть ваша техника техника ваши роботы субсидируются они субсидируются Они субсидируются Также на них выделяются На покупку деньги От государства То есть все это работает Да, во всякие эти программы Агро стартапы, семейные фермы Агро стартап нет, но развитие семейных ферм Где там приличные суммы Выделяются Ну и мы так плавненько к приличным суммам Сколько же стоит ваш робот Хотя я всем нашим зрителям всегда говорю Ребята, робот это Ну не просто шкаф из известного магазина Который ты привез Затащил его в дверь и поставил И там складывай сюда То есть робот чуть-чуть посложнее Да? На Беларуси Не то чтобы он посложнее Он так же как и трактор Беларусь разбирается на две части Основная часть координатной системы И силовой шкаф Больше ничего нет Сколько стоит какая-нибудь минимальная комплектация Минимальная комплектация Ну в связи сейчас с положением До этого, до этого берем До этого мы спускались до 12 12 миллионов рублей Да, за робот Сейчас решено нашими руководителями в стакане цифру 15700 15700, да? Это от дилера, да, цена То есть это уже дилерская наценка Там уже есть, да? Да, да, все верно Ну и соответственно можно там в разных регионах Ребят, там по-моему до 70% получить субсидий В Калужской области, если мне память не изменяет За них была программа 100 роботизированных ферм Под эту программу попал как раз Илья Александрович, куда мы поедем И на этой программе, да, ему был возврат там до 70% за робот Но там, по-моему, было не так Там, если покупаешь один робот, государству тебя плачут второй Вот он взял четыре своих и четыре за счет государства По-моему, это было так Круто Артем, ну давайте посмотрим, наверное, табло сначала, да? Как управляет? Большая кнопка паузы, я вижу Большая кнопка паузы, все верно У нас есть три кнопки, скажем так Пауза, основной стоп, чтобы он не двигался во время, допустим, профилактических работ каких-то И кнопка работы У нас есть основной пункт, где мы отслеживаем дату, число, группу, номер робота Фактический надой и предварительный, то, что посчитала программа Предварительный, это он считает, что столько должен надоить, да? Да, все верно Время доения И, получается, меню ошибок по животному Если у нас дойка прошла успешно, соответственно, все хорошо Если была по какой-то причине прервана, то мы видим Животное всегда можно отследить в программе Кристалл Что произошло, какая причина То есть, допустим, если он промазал по какой-то причине Или же она сбила стакан Всегда можно предпринять В Кристалле есть конкретный отчет по этим ошибкам Так Сервисное меню Меню обслуживания То есть, доступ к работе манипулятора в свободном режиме Мы можем его вывести в любой режим Управляя им, отодвигая То есть, для удобства В любую сторону Ручное управление, в том числе, почистить, промыть, поправить Да, можем выдвинуть Так Ребят, значит, напоминаю, что у нас здесь вода не подключена У нас работают только щетки И работает вакуум У нас урезали стенд Мы делали работоспособные калитки Но пришлось их отключить, потому что мы соседи потревожим тем самым Понятно То есть, вот у нас сейчас пошло массирование вымени Обработка вымени перед доением Так Ну, а вымя-то у коров ведь разное бывает Все верно Справляется ваш робот Наш робот По нашему роботу в обраковку можно делать 10% от животного То есть, даже если доли в разном уровне от пола Допустим, не как на стендовом, они вровень стоят Да, да, да Допустим, передняя доля правой Правая доля переднего соска ниже Левая доля переднего соска выше То есть, он это хорошо сохраняет при подключении И настройки эти сдерживают Понятно Один минус, в принципе, как и на всех роботах Если лактация превышает третью Животное низкорослое И, соответственно, связка вымени очень низкая То есть, ему тяжело обработать доли То есть, помыть их Подключение, как бы, он делает без проблем Но проблема именно обработать их И, соответственно, такое животное уже, как бы О нем надо задумываться, да Но если генетика, как бы, хорошая И за этим следят То с этим проблем нет Понятно Сейчас, значит, вот у нас идет имитация доения И далее мы пойдем на промывку, судя по всему, да? Потом мы обработаем форсункой, которая между стаканов стоит вымя Йоголь, допустим И потом пойдем в подмоечный режим Для того, чтобы ополоснуть магистраль от стаканов до отвода первых струек После промывки от стаканов до отвода первых струек Отвод первых струек закроется И начнется продувка накопительного бачка с водой Артем, скажите, пожалуйста Ну а вот количество там соматических клеток Это, естественно, все определяется в потоке? У нас определяется это в потоке в лаборатории Здесь установлена афимилковская лаборатория Которая считывает жир, белок, соматику Можно температуру включить также Ну это уже по желанию клиента То есть комплектуется, да? То есть можно такой... Да, да Некие опции? Да И получается это все выводится в программу Crystal Также можно сделать тревожные списки Это что такое? В Crystal тревожные списки Это будет выбивать, допустим, тех животных На которых у программы подозрения То есть что-то не так Жир упал или молоко упало Анализы берутся для робота с действующей лаборатории То есть если есть ферма Они отдают лабораторию молоко С этой лабораторией приходят данные Данные просто переносятся сюда в программу И, соответственно, от этих данных он начинает уже на программном уровне работать То есть выдавать данные Вот у нас есть, кстати... Да, вот что за график тут? Имитированный график, да? То есть это по каждой доле поток молока То есть доли у нас разных цветов, да? Насколько я понимаю? Да Доля разных цветов Доля разных цветов И график также Да, да, да Разный цвет Еще есть возможность работать с каждой долей То есть отключить стакан Если это необходимо Он переустановит его Заблокировать стакан А если корова сбрыкнет Скинет стаканы Мы можем сейчас сымитировать? Можем, да Давайте только у нас сейчас почти дойл Закончить процесс, да? Дойку запустим, да И мы полностью сорвем стаканы С вымени И по отдельности Посмотрите подключение То есть допустим Если срывается замик стакан Ну да, сейчас посмотрим Сейчас То, что он не снимает Да, мыться идет, да? Да, все верно Ополаскиваться Ополаскиваться То есть сейчас имитация происходит Продувки до отвода первых струек Продувка манипулятора От стаканов Первые струи Соответственно Олимпировочно Вот они у нас здесь находятся Сливаем канализацию Да? Сейчас Якобы По панели чимы Мы видим, что идет перекачка в танк Молочным насосом робота Вот Сейчас новое животное зашло То есть Зашло новое животное, да? На щетке произвелась подача дезинфектора Щетки начинают обрабатывать долю вымени По сохраненным координатам Ну то есть робот знает, что за корова к нему пришла Все верно На каждую корову робот сохраняет и перезаписывает постоянно Каждый раз при доении координат и вымени То есть если животное, допустим, чуть-чуть перегуляло по времени И чуть позже зашло Вымя будет немного больше И, соответственно, как правило Он из-за времени видит, да? И понимает, что Да, почему изменилось вымя? Да, изменилось То есть он может Это самое Он может прогнозировать на следующий раз получается, да? Да, все верно Так, вот следующую коробку За счет панели ЧМИ мы сейчас будем производить срыв Сейчас он подключит каждую долю А, давайте, да Вот он подключил каждую долю За счет панели ЧМИ мы производим срыв Мы уводим вниз манипулятор Имитируем, что животное ударило по манипулятору Он возвращается сразу же назад И делает новое переподключение Нет, не уйдешь, он ей говорит Да, потому что камера следит за крестцом Ага И манипулятор двигается, грубо говоря, также за животным Сейчас мы производим срыв заднего правого соска Вот он отключился То есть он не снимает передний стакан Он сразу подключает с заднего Снимаем крест Передний левый и задний правый Он начинает с заднего То, что труднее, то, что мешает Потом одевает передний Та же проблема, та же ситуация с тремя Производим срыв И опускаем манипулятор ниже То есть препятствуем ему Он сейчас понимает, что что-то происходит Он откидывает стакан И делает заново переподключение Потому что это выгоднее и быстрее Чем делать подключение с одним стаканом Потому что он уже как бы понимает И видит в суши программу Что животное, допустим, по какой-то причине нервничает Сместилось, да? Да И делает некие шаги вперед Чтобы переподключить вымя Еще, ребята, я бы хотел отметить Как вы видите, стаканы не падают на землю То есть не загрязняются То есть они автоматически подтаскиваются И принимают вертикальное положение Да, установлены 4 цилиндра автосъема А за счет веревок они подтягиваются То есть если у вас, допустим, стакан немножко отошел От нужного значения Веревку всегда можно подтянуть Это делается очень легко и просто И занимает в районе двух минут Простой робот Но во время очистки стаканов Аэростатических отверстий То есть в любом случае проверяешь натяжку Если по какой-то причине стакан чуть-чуть ослаб Его всегда можно в этом же моменте Когда прощищаешь отверстие Разобрать Подтянуть Подтянуть и собрать Насколько люди интересуются вашей техникой Здесь, именно на этой выставке? Люди интересуются Люди спрашивают Люди удивляются И некоторые даже говорят Ну, как бы мы в первый раз такое слышим Ну, это Название Это А, в смысле Это профессионалы Я тоже на самом деле Первый раз слышал Вот, если честно Да Потому мы к вам и подошли Поговорить Да Есть набитая клиентская база Например, здесь у смарт-проекта Уже вчера приходил у нас три клиента Ну, клиенты, у которых уже были Сколько продали хорошо За вчерашний день За первый день робота У нас не продали Заключили контракты Договор Чтобы посмотреть вживую В работающего робота На ферме То есть, у нас как бы Проходит так Хотите посмотреть результат Мы организовываем Поехали То есть, отсюда поедут в Калугу? Да В Калугу А почему, кстати говоря Они в Нижегородской области? В Нижегородской области Почему Калугу? В Нижегородской области У нас активно работают сейчас Дилеры также На поставку роботов Есть тоже порядка пяти проектов Которые согласованы С местной администрацией Не в плане того, чтобы помощь А в плане того, что мы пытаемся Зайти в рынок с российским роботом Чтобы как бы получить от них одобрение И после этого уже есть определенные дилеры Мы раздаем на них информацию Есть вот клиенты здесь Клиенты там Пожалуйста, будьте добры Свяжитесь Поймите их неусловия Которые им нужны Да То есть, и мы будем На какие-то компромиссы с ними выходить То есть, до ситуации У нас для каждого клиента Был свой подход И мы как бы пытались эти вопросы Регулировать, чтобы человек устроить Но если мы видели, что человек Пока еще не готов к ним В плане там, допустим, финансово Мы всегда пытались Как бы его чуть-чуть отговорить сами Потому что мы ему говорили Поднимись, допустим, традиционной дойке Там в 3-6 мест, сколько ты поставил Потом приходи к нам Мы составим проект под ключ Посчитаем все цифры И предоставим тебе То есть, если уже ты будешь Четко созрет, да, для этого То мы уже как бы готовы поставить Нам не надо, чтобы ты взял робот Поставил его Полгода отработал и все И ты, допустим, не смог произвести Какое-то сервисное обслуживание Потому что у тебя нет збута молока Вот у нас, кстати говоря Сейчас наши зрители могут видеть У нас еще очередная группа пришла Откуда вы приехали? Из Стерлитамака Из Стерлитамака? Это агрокласс какой-то у вас? Агрокласс? Ну и ладно Зачем таким молодым, современным людям Какое-то сельское хозяйство? Из Стерлитамака А? О, парень плечами, пожалуй Нет, ну это ваш выбор Или ваши родители отправили В агрокласс? Да, наш выбор Да? А что вы знаете в сельском хозяйстве? Надо выращивать Что? Надо выращивать Ну ладно, здорово, ребята Артем, расскажи, пожалуйста Вот мы затронули вещь о том Что фермеру там нужно подготовиться Посмотреть и так далее Да Скажи, вот у меня есть старый коровник Я там даю коров аппаратами условно говоря Там вакуумный там этот самый провод Да? Как мне перейти на роботов? Что для этого нужно сделать? Все очень элементарно Подстилки остаются Здание приводится в божеский порядок Скажем так, внутри белится Под роботов надо залить некую будет просто стяжку Чтобы их зафиксировать И сделать канализацию от воды То есть нам нужна канализация И, грубо говоря, выровненная площадка бетонная Мы их завозим, фиксируем У нас все магистрали проходят воздушные Единственное, только это канализация Это именно головая Ее прям вот заложил и забыл Монтаж робота в любой коровник Хоть в поле Вопрос как отношения Первое это сервисная служба Второе поставка запчастей Третье реагирование на клиента Когда он к тебе обращается И четвертое устранение проблемы Это, я считаю, самые основные четыре фактора Выходит из строя все Это надо понимать Да, конечно Допустим, мы этого не скрываем У нас обращения есть Но это же коровы, они же копытом бьют Обращения есть Да, мы реагируем сразу Чтобы не было простое Ну и, соответственно, обучение программы Не только Crystal Ну, панели чумы, понятно Это каждодневная будет Она очень быстрая и легко запоминается Также есть еще внутренняя программа конфигуратора Она очень сложная Но через определенное время Мы все равно доводим до фермеров Работоспособность Потому что попозиционно в секундах Фермер под себя может настроить Любой параметр на нем То есть после изучения Допустим, если он понимает Что у него вот такая идея возникла Перенести танк А как это сделать? Начнутся лишние вопросы Можно ли нарастить молочную магистраль? А здесь у него будет четкое понимание Что в конфигураторе Можно, допустим, поставить Сам выстроил, да? Да, выстроить цепочку продувки Перекачки молока То есть он это будет все понимать Уже просто мысленно И скажет Да я тут танк могу практически В любое место разместить Куда мне удобно А не подстраиваться, допустим, под роботом Артем, ответь, пожалуйста, еще на два вопроса Сколько ваш робот потребляет электричества в сутки? И сколько ваш робот потребляет воды в сутки? Сколько дает молока, мы выяснили 75 коров в среднем на 30, да? Все верно, да Вода и электричество Значит, вода Если у нас включены за счет конфигуратора все циклы Промежуточные промывки с дезинфектором, без дезинфектора Основные промывки Основная промывка трехразовая Или же двухразовая То есть среднее значение тонна 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 в сутки По электричеству 3,6 киловатт в сутки То есть здесь на себя забирает только молочный насос, который 220 Остальное все распределено 24-12 вольт То есть только молочный насос Больше ничего нет Единичный случай подключения автоматики Но два предмета Но там потребление вообще незначительное То есть основной потребитель это молочный насос Который качает 1,1 киловатт Но производительность, если больше 30 метров в магистрали Мы ставим 1,5 киловатта И в принципе в тех же параметрах мы остаемся То есть среднее значение, назовем его 3-4 киловатта Отлично Вот так вот, друзья мои Все контакты будут оставлены в описании Обращайтесь напрямую к производителям или к дилерам А мы обязательно приедем в Калужскую область Чтобы поснимать роботов, которые работают с 2016 года Что немаловажно Посмотреть в каком они состоянии за 7 лет Поговорим с фермером Узнаем все плюсы и все минусы, которые были И расскажем это вам Подписывайтесь на канал Смотрите наши видео Занимайтесь молочным бизнесом До новых встреч!